Всем здрасте! Догадайтесь где мы? Перезино, Могилевская область. Нет, это еще Минская область. Город Березино. Воскресенье, 2 августа. Всех дистанников с днем ВДВ. Ну уже конечно будет прошедшим, но все равно. 6 утра будем пить кофе. Да Березино не снимал. Спал ехал всю дорогу, досыпал. Надо сейчас кофе попить, проснуться. 4 утра с Минска выехал. Туртом. Сейчас поедем расскажу. Вчера пока стоянку нашел в Минске, где припарковаться. На свою сунулся, места нету. На еще одну сунулся, тоже места нету. Я сейчас полвечера только вокруг Минска куролесил. Стоянку искал. И сегодня вот уже в 4 утра стартанул. Это автовокзал Березино. У меня где-то родственники здесь живут в Березино. Когда-то в детстве меня даже сюда возили, на Березину ходили. Сейчас мы ее пересекать будем на рыбалку. Кормилица. Короче, сейчас похожу маленько. Минут 5-10. Нет, минут 5. Свежо на улице, 10 градусов как раз. И покатим дальше. Расскажу, что мы тут делаем, почему мы здесь. Я до сюда вообще один ехал. Три легковые. От Минска сюда 100 километров. Три легковые встретились. Вот кто-то гремит. Какой-то Мурзик самосвал. Уже тоже работает в 6 утра в воскресенье. А не, это хомячок. Какой же это самосвал? Ну вот вроде ничего. Солнышко проснулось и нам пора. Как тут выехать? Все, рассказываю, что мы тут делаем. И во-первых, почему мы здесь? Готовьтесь к певому повороту через 400 метров. Ооо. Мы тут через населенный, прямо через городок. По-другому не выедешь. Вот. Место запланированного суточного в Минске. Немножко планы пришлось подкорректировать. Есть непреодолимо дикое желание во вторник утром быть в Аксайе на таможне. Возможно, даже вопреки кое-каким требованиям компании, наперекор требованию руководству придется пойти. Лично моя инициатива, но есть у меня такое желание. На следующем повороте поверните налево, затем на следующем повороте поверните направо. Почему, объясню, может быть чуть-чуть, не вернее не может быть. Затем на следующем повороте поверните направо. Объясню чуть-чуть попозже. А так вот, видите, сейчас мы идем куда? На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Так все запутано. Особенно здесь вот с полуприцепом ездить. Не зря же знак висел, когда я сюда заезжал. Грузовым запрещено. Не, вписался. Удивительно. Вот, чего мы едем на Могилев. Сейчас Березину переедем. Но может через Березину еще помню, когда здесь старый мост был. Мы тут катались. Узенький такой. От него уже, наверное, даже ничего и не осталось. Или его расширили этот. Еще байки ходили, что старый мост здесь тогда был. Под мостом, якобы, глубина там такая была. Не детская. И как бы водолазы лазили. Или что там такие самые, как бревна. Как деревья. Лежат на дне. За что купил, зато и продаю. А почему нет? Вот. Так что мы сюда едем? Едем мы сейчас на Могилев и пойдем на погран-переход. Понятовка называется с российской стороны через, по-моему. Или с белорусской. Неважно. Через Кричев. Могилев, Кричев и туда. Тут какие-то пару дней. Какие-то цирки на границе. Что-то там погранцы российские чудят. Ну, это все, я так понимаю. Политика. Эти все. Кто-то кого-то задерживает. Кто-то в отместку начинает. Проводить непонятно какие там контроли паспортные. Записи происходить. Ну, делать. Компьютеры вносить. В общем, там колейки. Сумасшедшие. Может, уже все и рассосалось. Но... Короче, решили попробовать проехать здесь. Тем более, что вот эта вся хрень, которая творится, это все творилось только на Красной Горке. Ну, судя по новостям, по сообщениям. Поедем, попробуем через этот переход проехать. Ездил как-то пару раз. Ну... Не очень он мне понравился. Но я-то ездил на этих... На белках. На белорусских номерах. Кличев направо. Не будете. Кличев и Кричев. Кличев направо. А мы идем на Кричев. Ну, это за Могилевым пойдем. Вот. Вот. И поэтому еще как бы и выехал пораньше. По избежанию колеек. Потому что сегодня воскресенье. Сегодня в Красной Горке по-любому будет колейка. Даже если там никто уже погранцы чудить не будут. Там все равно будет колейка и будет большая. Потому что поток машин идет сумасшедший на Москву в воскресенье. Ну, а мы уходим южнее. По километражу, возможно, даже здесь немножко короче получается. Мы потом выйдем в Рославлю в России. Возможно, немножко даже короче. А может и нет. Мне, наверное, короче. Чё подумать? Мы подумали, и я решил. Едем сюда, попробуем проехать здесь. Посмотрим, что здесь делается. Ну, в любом случае, здесь переход такой, как бы, левый. Красная Горка, понятно. Самый центральный, самый южный через Гомель. Это тоже там поток машин большой идет. Кто с Бреста идут, Гомельские. Кто с Бреста прямая дорога на Россию, на юг России. А этот такой, ни туда, ни сюда. Там шалтай-болтай. Я думаю, что там должно быть все спокойно. В плане того, что машин будет немного. Через 248 километров мы об этом узнаем. Вот такой расклад. А пока катим по Беларуси. Вот, немножко уже народ начал просыпаться. В 6 утра. Видите, он пару машин поехал. От Минска до Березиной доехал 100 километров. Три машинки встретил навстречу. Всё, больше никого. И те маленькие. С грибами ехали. Так, в Могилевской области тоже уборочная идет. Всё в порядке. Огонь. Чаще у нас тут, что в Могилеве, ещё и аэропорт есть. А кто тут летает? Кукурузники. Григорьевич прилетает. На вертолёте. А где он? Слева, справа. Я и не знал, что в Могилеве есть такая штука. Да, вот сейчас вот уже к Могилёву подходим на объездную. Обойдём Могилёв по объезду и пойдём туда, в сторону дальше, горячего границей. Дорога свободная, свободная, но она всегда четвёрка свободная у нас. Движний каток. Движение как такового-то практически нет. Ну, вся четырёхполосная. Вот от Минска до Могилёва вся широкая. Ну и, соответственно, вся платная. Дальше за Могилёв уже в сторону границы, туда на Понятовку пойдёт местная, но и она бесплатная. Температура жары нету, ехать можно. Ещё вот так какой минус? Если жарко, после Могилёва туда в сторону границы уже ехать нельзя, если там свыше 25 днём. Ну, сейчас-то понятно, 13 градусов. Температурный режим действует, пока никто не отменял. Уже и Могилёва виднеется. Дома торчат. Выглядывают из-за деревьев верхушек. Что тут такое? Аграусадьба какая-то должна была быть или что? Ну, что-то заброшено. Ну, скорее всего, потому что вот парковка. А, это страусиная ранча. Ого! А страуса есть? Всё, да не бегают через дорогу. Аграусадьба у друзей, питомник растений. Всё, мы уже замогилён. Где ещё там интересного по объездой? Нету. Валим, 127 километров до границы осталось. Не успеваем зайти за четыре с половиной. Придётся нам. Ну, там 15 минут постоял, ещё полчасика. где-нибудь в районе Чаус. Покурим, постоим. Блин. Наши умудрились посреди леса. Ещё фотоаппарат тут какой-то воткнуть. Точно. Вот стоит. Злодей. Чаусе 20, Черико 56, Кричо 81. Ну, это, наверное, мы в Кричеве сделаем паузу. Кричеве-то вот... И там всё, с ракет остаётся на границе. Народ в лесу. На промысле. Грибочки пошли. Или ягоды. Ягоды. Ягоды так точно. Грибы, наверное, ещё... Уже какие-нибудь лисички уже пора. На рыбалке они. Пестолочь. Вон озеро с левой стороны. Рыбу ловят. Грибочки, ягодки. Ну, бестолковый человек говорит-то. В воскресенье. Все культурно отдыхают. С удочками, со спиннингами. Одни мы рано утром с позаранку. Я кручу-верчу баранку. Кто-то, что учился. Сетчаусы на горизонте. Город такой. Могилёвская область. 1604 год. Основание. От Рождества Христова. Правда, мы его так вот. В сторонке у нас остаётся. Если не ошибаюсь, по-моему, раньше через него проезжали. Пока вот новую вот эту дорогу не построили. А нет. Мы через него и проезжаем. Только по окраине. Белорусский Чавусы. По-русски Чаусы. Вот тут. За Родину. Тут немножко. А я так еду, смотрю, что грузовиков навстречу нету. Думаю, блин, вообще-то может эта пионитовка закрыта. Потом раз-то как прошли парни навстречу. Вот едут. Короче, народ просыпается потихоньку. Девятый час. Я уже думаю, а так просто мы смотрели вот на Литву. Там же ж бинякони, привалка, каменные и котловка. Котловка не работает сейчас в связи с этим коронапсихозом. Думаю, может и здесь закрыто что-нибудь. Потом нет. Вот. Едут уже люди. Так что нормально. Соточка отсюда. Сейчас мы здесь еще с одним человечком встретимся. С Володей. Товарищ. Участник наш. Совета стаи. Где-то он навстречу едет. Сказал, я отсюда до границы проведу. Это не вопрос. Может до Ростова проводить? Я говорю, до Ростова меня не впустят. А до границы, говорит, провожу. Так что поедем. Где-то вот-вот должны сейчас идти. Сейчас пересечься уже. То есть он навстречу мне едет. Вот. Кричевшийся. Все правильно. От Кричева сарапкет остается. Чаусский завод строительных смесей. Что я не припомнил. Как я тут был-то последний раз. Очень-очень давно. Вообще исчезает переход. Ездил. Может. Раза два-три. За всю свою карьеру. Грузовой М70. Фотик воткнули. И где ваш фотик? Воскресенье. А, даже вон куда-то грузиться приехал. Выходной сегодня. Поэтому. Воскресенье. Фотик я не заметил. Поехали Володу встречать. Кажется где-то вот-вот здесь. Или может быть. Нет. Здесь. Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе. Клев там лучше. Как говорит наш дорогой шеф. Клев будет такой что. Если я не ошибаюсь. Здесь. Вовка стоит. Да. Вон стоит уже. Вижу. Я останавливаться не буду. Мы потом там дальше уже с ним пересели. Постоян там кофейку попьем. Сейчас до колечка доедет. И все равно надо паузу крутить. Красавчик. Здорово. 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 Поедем до колечка Там подъедет Постаю, кофе попьем И потом До границы провожу Поедем вместе веселее Ох, добрались 20 минут остается Сейчас мы здесь На колечке швартанемся Готовьтесь через 800 метров Въехать на дорогу С другого движения После колечка вон для улицы Хим Сейчас и проедем Там, правда, заставлено Но ничего Под колоночкой Может даже и постоим Это уже не Не, я сейчас сразу под колонку заеду Там под колонкой и постою Это не Европа Здесь уже не обязательно Под колонкой на молотки ставить Никто за это Не ругается Не по фэншую, конечно Но Используйте Третий съезд Изменение машины Через 80 метров Поверните на право Р-43 Если заправляют здесь поездку То есть, если не заправляют Как бы Поведем дальше Сейчас спросим По идее, должны Что там шильды не висит Никакая Е100 На следующем повороте Поверните Оператор Затем На следующем повороте Поверните Налево Я не вижу здесь Е100 Может и не заправляют Пойдем Сейчас спросим Что дядька Давайте знакомимся Здорово Это Володя Он у нас Не обидишься Дровосеком назовут Все нормально Что-то я шильды не заметил Здесь Е100 Надо пойти спросить Надо спросить Я нифига не заправился Нету здесь Е100 Полез линейкой Померил 95 литров еще А в процентах Пишет 1 Но я помню Что когда Было 0 Я замерял Было 90 литров Мне осталось 80 километров Не хватит Заодно и проверим Сколько она выбирает Но я не думаю Что на 60 литрах Она заглохнет Поэтому И будем Скали заправка Поездок Лежащая Перед самой границей Так а смысл Уже там заправляться Я уже в Россию заеду И там уже Полные баки В общем Там будем заправляться Уже подешевле Чем в Беларуси В любом случае Нароже Хоть у нас и подешевело На 4 копейки Топлю Все равно У нас дороже Где-то Вовка Отстал Прокачу с тобой До границы 65 километров А вон едет Видишь Поехали Вдвоем Лисхозе работает На лесовозе Дровосек Чичто сразу Кукурузу Да, Володь Не только тут камер Оставили у каждого Селен Да, да Я в курсе Что у нас Не забалуешь Торапиться не будем Будем чтить Убалуны класс Ну сейчас да Вспоминается Деревень много будет До границы Кричев, Кричев Мы уже прошли его Тридцать четверка За родину Так и не перешли На эту постоплату Мы перешли Ну видишь У нас Привязано было К ДКВшке А мы сейчас хотим К Е100 привязаться И уже все Как бы и доверенно сделали Все Но Е100 счет Не выставило Вот сейчас я на границе был И мне пришлось Опять оформлять На себя А сейчас я его сдал Чтобы вернулись деньги В Е100 Потому что Уже когда буду сюда ехать Уже по-любому Либо опять ДКВ Ну отвяжем Либо Ну Е100 уже будет готово То есть Сейчас прибор мне уже не надо Ну вот рост А в 78 38 38 километров И мы На границе Переди меня Вот поляк идет Меня обошел Так больше машин То и нет Я думаю Там никого не будет Пустая граница Ну что понравится Так будем все время Сюда ездить Ну посмотрим Как там Все остальное Река Сош Мост Минина Называется Человек со спиннингом Щучку ловит Красавчик В заливчиках В этих 100% Она здесь Кучкуется Меня сейчас Наверное Номера будут смотреть После звенчатки Думают Куда это Почел ездить И дальше поедешь Можем не ехать Чтоб не было вопросов Так я думаю До России Когда еду Там что Развернулся На 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 Смотри Смотри Все Напомню За топливом Даже ездили Когда ценник В России Намного Дешевле Был Ну а Страховку Что же Туда Заехать Через полчаса Выехать Назад Не хотелось Платить Ну так Оставляли Даже Техплан Не терплан Или свой паспорт На этом Бывало Такое Что Говорит Туда На заправке Едешь Ну еду И назад Говорю Ну остал Паспорт Типа Паспорт Оставляешь Поехал Заправился Назад Едешь Заправился И поехал Добыть Ну тоже Нормально Правильно Раз так Допускали А понимали Как бы Кто Кто Спрашивал А кто Даже Не спрашивал Так Уже Заедешь Зашумят Когда Ты Ты Будешь Выправляться Едем Заеду Туда Залью Комистр Бас И Назад Поехал Понятно Ну вот Звенчатку Мы прошли И вот Все Сейчас Тут Как бы Типа То ли Белорусский То ли Пост Тебе Видимо Вот Про эту Может Заправку Е100 Здесь Есть На этой Вот Которая Справа Да Наверное Эта Но Она Там Мне Не Столик Не Нужна Уже Я Ей Уже С Белорусской Стороны Вообще Никого Нет С Белорусской С Белорусской 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 Бывает Что Валют Но Они Останавливаются Типа Километра Три Типа Нейтралки На Канаде Юга Ездил Багарник Типа Спертовая Так Насчитал Олимпор Главных Самых Супашений Багарник Типа Нейтралки Такой Чемпор Если Меня Всегда Ставили Посмотрите сколько Спертовой Ну Что Пусть Да Нейтралки Что Нейтралки Понятно, но ты долго объяснял, что ты едешь с юга. Обиделись бы. Что, вот и Россия. Через 30 метров продолжается движение для аварии. А, да. Вы прибудете в конечный метр. Через 100 метров вы не достигаете конечного метра. Да, вот все, въехали на российскую территорию. Ну и погранпереход, ну как бы. АПП, не погранпереход, автомобильный пункт Рубска вон впереди. Вот, Вовка сейчас на него доедет, развернется и назад посудится. А тут вот нельзя куда-нибудь вправо-влево полезу. Шмык-шмык-шмык, нет, никак. Здесь вроде нет уже, где уехать. Там только вот людей, если было раньше. Ну там я ни разу не ездил, там без лет, там было, говорили. Реально, там металлисты это рассказывали. Сейчас не правду давать. Но я там ни разу не буду строить. Понятно. Ну, вообще никого. Я на границе вообще никого не вижу. Посмотрим, как сам процесс оформления. Может быть, потом все время стоит будет в такие дни, как напряжные здесь ездить. Посмотрим, что сейчас тут будет, что нам тут сейчас запоют. Какие вопросы задавать будут. Я уже останавливаться, Вовка, не буду. Тормозни, Лёш. Да, ну давай, да, сейчас вот здесь тормознусь. Да, ну, а это, ты же все равно пойдешь или не пойдешь? Я не знаю, если меня не пригласят. О чем не ходить-то? Нет, по идее, не надо ничего оформлять, никаких недозволов, ничего. Кажется, все равно на трампу не пойдешь. Скорее всего, что да. Ты бесов тормози, я последний. Да, добро, добро. Ты после весов остановиться? Если проедешь, обычно вот здесь справа стоят все. Вот машинка. Машинка пускай стоит. Ну, я-то остановлюсь, но я как-то потом и поеду. Мне-то туда чего ходить. Что, я подойду? Добро, добро, давай. Там на белорусских номерах. Вообще никого я могу ехать, в принципе. Сейчас она идет. Я поеду. Поговорим сейчас. Пацан тягачом подъехал. Сейчас посмотрим, что ему. Что-то нету ему. Ну вот, белорусскую машину развернули. Лескавуэль. Лескавуэль. Граница вообще пустая. Вообще машин нет. В воскресенье. Тяжело. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...